К встрече с представителем Верховного комиссариата ООН Жан Ивам Бушарди журналисты подошли с особой серьезности. Во главе угла вопрос беженцев со всеми вытекающими нюансами. Своё выступление перед представителями СМИ Жан Ив Бушарди начал с фактов, подтверждающих, насколько Беларусь привлекательна для переселенцев. Гость отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, которая сегодня характерна для многих стран, наша республика обладает благоприятными условиями для интеграции и полноценной адаптации людей. Она представляет множество возможностей для беженцев. Почеркнул, что жители других стран могут дать немало государству, которое их принимает. Что же касается Брещины, гость областного центра, объясняя причину визита, признался регулярный мониторинг, необходимость, выделил несколько аспектов для исследования. Мы будем исследовать весь регион. Что касается Бреста, в прошлом году было 90 лиц, ищущих убежище, половина из них – украинцы. Мы стараемся встретиться с ними и другими партнерами, чтобы определить существующие проблемы и выдвинуть их на обсуждение на более высоком уровне. Например, с Министерством внутренних дел. Под пристальным вниманием и вопрос трудоустройства людей. Миграционные потоки 2015-го не носили массового характера. Среди обратившихся с ходатайствами о защите в Управлении по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома – 97 иностранных лиц, из них 32 несовершеннолетние. Заметно снижение числа украинцев. Среди обратившихся за разрешением на временное или постоянное проживание, а также трудоустройство – представители Армении, Афганистана, Сирии, Пакистана и других государств. В беседе с Жаней Ивом Бушарди, начальником управления по гражданству и миграции УВД Брестского облсполкома Александр Томышев отметил, ситуация на Брещене регулируема, колебания цифр обоснованы. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в 2015 году несколько увеличилось у нас количество именно вот этих граждан, которые обращались с целью получения статуса беженца. Допустим, это примерно, ну, наверное, в три раза. В три раза у нас увеличился поток. Значит, страны, которые были представлены, ну, фактически, ну, где-то 10-15 стран. Вот из них наибольшее количество граждан Украины. В рамках встречи обсудили материально-технические аспекты, такие как, например, оснащение пункта временного пребывания беженцев, оказание помощи иностранцам, определили пути дальнейшего сотрудничества. Такие встречи помогают эффективнее сработать в данном направлении, совместные действия, важные условия благоприятной обстановки, а потому вопросы решаются по мере поступления.